доброго времени суток друзья мы продолжаем наше прохождение игры блок сторий а наша сегодняшняя задача нам брать как можно больше дерева сейчас давайте посмотрим мы насадили тут деревья они растут эффективно довольно сразу туда быстро деревья потому что мы насадили совсем недавно и ну как недавно это шел седьмой день сейчас 10 день по-моему та серия к сожалению без безвозвратно потеряна но ничего страшного мы будем думать что-то новое писать новые серии так сейчас мы еще дерево набираем тут смотрите сколько яблок у нас просто жила какая-то ну видите это садоводческие яблоки что как раз вот такие яблоки они отличаются от диких тем что дикие они действительно растут не всегда и не везде ну ладно не будем мои садоводческие способности проявлять здесь нам нужно можно больше деревьев на рубить так ладно яблоки все равно никуда не денутся она никуда не исчезает вот это вот эти растения никогда не исчезает просто потом я могу прийти и собрать а вот из этих веток посадить новые деревья что-то лошадь там больно буйная какая-то оказалось шумит так еще дальше и выше так два еще блин пятый и так все мы спускаемся вниз еще одно деревяшку мы нашли дерево нам понадобится свое время еще так еще одно дерево можно тут срубить блин опять закончилось да так сейчас бы опять чуть опять не забагала у меня сейчас опять умер нормально все вечереет опять опять у нас наступает вечер вот это мы убираем это нам будет лишнее и сейчас нам нужен уголь уголь опять нужен потому что я помню что чтобы в шахте нам дальше копать так давай вот этот спавна тоже уберем это спавн тэда наверно да он как-то растет вообще не в тему ладно пускай он там будет подберу его так здесь фиолетового цвета вообще не вижу где можно где можно было забрать хоть один уголь вполне достаточно будет одного угля для того чтобы сделать новый светильник вот смотрите какой яркий светильник а там я блин я забыл что была такая возможность но придется сейчас наверно сходить куда-то поблизости поискать хотя бы один уголь вот ночью конечно не хотелось это делать но придется видимо я боюсь немножко действительно очкую что здесь среди ночи так фиолетовый цвет где у нас фиолетовое свечение кроме конечно как на небе так тут вода тут у нас вода тут у нас корова так там у нас я помню что у нас там была шахта и в этой шахте находились страшные монстры что это за монстры я так не понял не смог понять потому что они похожи на то ли то ли на змей то ли на чужих вообще непонятно красным цветом а интересно края красным цветом что он горит я не могу знать так красным цветом у нас горит спавн злодеев так и тут фиолетовый цвет нам нужен нам фиолетовый цвет нам может принести уголь хотя бы одну хотя бы один уголь мне найти я не вижу где где можно он быть вот он я нашел 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 два угля я думаю пока хватит вот не два больше отлично мы нашли уголь о хватит теперь будем искать дом такой страшный баран баран нам не нужен так вот это вот проход у нас наверно как раз туда о там петух да вот петушка там не надо да вот он петух мне нужен петух чтобы можно было вот это наверно его спавн давай его заберем так и проверим он не он до петух вот ух ты какая страшная как извиняюсь сражения я не хотел материться вырвалась мы идем дальше качество музыки звука у нас улучшилось на порядок меня это очень радует я думаю у вас это тоже может порадовать теперь мы будем как бы все качественнее и качественнее стараться сделать видео мне кажется качество у нас на достаточно высоком уровне мы будем развиваться все дальше и дальше я не собираюсь прекращать на этом останавливаться вот так желтым так горит я со всех сторон фонарики мы навешали а можно было один фонарик отсюда взять что-то я даже как даже не в уме даже не подумал ну давай мы создадим новый фонарик себе так для этого нам нужно три камня 3 палку 1 и один уголь так а где у нас уголь вот он вот он так хватит нам одного фонарика и вот так стекло блин на стекла нету да так из фонарика сделаем еще фонарики это вот вот да из фонарика еще фонарики фонариков 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 еще фонарики по полной программе на все угли так надо наверно оставить хотя бы один фонарик чтобы потом можно было без проблем добыв уголь иметь сразу много фонари у огня сделать так и сейчас мы сделаем из песка песка сейчас мы сделаем так 10 мало наверно да давай 16 чё это утро похоже утро наступило ну нас она сейчас пока не интересует наша сейчас задача сделать фонарик я хочу сделать фонарик по 22 фонарика делаю на что в шахту можно было безбоязненно залазить вот хочу как-то только ночью ночью вроде началась уже петух чё-то перепутал петух похоже так фонарики мы забрали и сейчас фонарики эти мы поставим вот сюда то есть ночью пока нет мы не будем изучать мы ночью пойдем опять же в шахту шахте мы сейчас поставим один из фонарей наших чтобы было светлее потому что там дальше где мы копаем уже становится не так светло уже становится намного темнее вот так вот один фонарик сюда и дам дальше еще сделаем корова блин бешеная гада корова устал на нужно кричать я от нее тоже немножко стал уже уставать так здесь закопаем шахта у нас пойдет в эту сторону таким образом так продолжим копать продолжим копать шахту дом мы должны достроить этот дом наша задача сейчас облица про докончить облицовку наружной части мы должны побольше сделать кирпичей и одновременно нам нужно начать уже изучать книгу рецептов вторую страницу третью там допустим да сейчас мы это все разрушим это первое видео мое которое действительно на высочайшем качестве мне кажется потому что и картинка и звук сейчас будут соответствовать высоким стандартам единственно что так и не научился пока говорить мой костный язык пока не привык еще так общаться с вами таким образом что вы меня слышите а я как бы общаюсь с вами так что я вас не то что не слышу я вас не вижу и не ощущаю но все это будет проявляться именно в лайках и подписках также просмотрах я думаю чем больше будут просмотров тем больше я думаю может быть будет лайков уже утро все заканчиваем нашу сегодняшнюю ночь здесь выходим на улицу видите какая у нас шахта длинная получилась там где-то дальше у нас есть проход 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 наружу так днем что мы будем делать днем ну давайте еще пособираем деревьев или посадим давайте сейчас посадим немножко деревьев для того чтобы посадить нам деревья нам нужно накопать вот этих вот вот этих вот листьев так сейчас мы накопаем этих листьев на них тоже приходится тратить кирку но это не так страшно не так пугающе потому что этими листьями мы каждым листочком можем посадить новое дерево и еще порядка трех четырех древесин из которых делают еще по 4 древесины можно будет получить так вот мы собираем вот это все сейчас надо просто наделать палок будет слишком много тоже делать не будем посмотрим сколько у нас получилось 42 давайте побольше все таки порядка 50 сделаем ну все хватит хватит 51 штука вот это вот нам не надо здесь это будет выглядеть некрасиво мы предпочитаем красоту и сейчас мы сделаем палок палок у нас кстати есть 9 палок есть какую-то часть деревьев мы с вами можем посадить уже сделать так 99 саженцев и вот еще палки что сделаем то здесь без без верстака даже можно готовить как палки так и саженцы так палки где у нас палки вот они 28 палок и 40 саженцев и 40 саженцев и 40 саженцев и 40 саженцев будет возможность так давайте все используем еще четырнадцать палок нам надо для этого надо три хотя бы сделать да насколько я помню По четыре, того двенадцать. Всё правильно. Ага. Пускай две палки у нас останутся, они нам пригодятся ещё. Ага. Нет ещё, давай одно сделаем, потому что пятьдесят саженцев сделаем. Я хочу гармонично, чтобы всё было. Или больше даже пятидесяти. Давай больше. Пятьдесят одна. Как и заказывали мы. Вначале так. Вот здесь пока можно посадить деревья. То есть пока у нас здесь ничего нет. Мы для дерева, для будущего, для второго этажа организуем. Я помню, что в Майнкрафте можно делать уголь из древесины. То есть переводишь дерево в древесину. Древесный угол называется. И я не знаю, можно ли здесь так же устроить. Вот видите, уже растут деревья. Начинают расти. Они растут довольно быстро, скоротечные у них рост получается. сейчас мы это всё сделаем. Так, ладно. Смотрим дальше. Здесь ещё посадим дерево. И выше посадим. Давай побольше деревьев. О, да. С высаживанием дерева мы так же повышаем наш уровень и продолжаем увеличивать скорость копания. Третий день по-новой у нас по-новому началось у нас. Там было 10 дней, потом игра сорвалась, и в итоге мы начали опять отчёт с нуля. и поэтому как бы можно отчитывать от того, что у нас идёт тринадцатый день. То есть 10 плюс 3. Сейчас мы нарастим тут деревьев как можно больше. Всё. Вот смотрите, как уже только прошёлся, а уже яблони стоят в полный рост. Надо даже заблудиться уже в этом. яблонике. Так. Ну, я думаю, сейчас мы пойдём ближе к дому и начнём изучать рецепты. Рецепты, которые так, это у нас видите, как смотрится как будто тут проход. На самом деле тут это стекло. Корова мешает. На самом деле это стекло. Стекло. А в прошлой стере мы делали вот такое окошечко. Так. Что у нас есть ещё? Стекла у нас уже нету, да? Ни одного. Ну, давай. Книгу рецептов, наверное, будем изучать. второй её слой предметы. Предметы. Первым из предметов является огонь. Мы это изучили. Палку мы тоже изучили. Золотая руда, кстати, производится из... из чего-то. Из воды. Из песка. И это чё? Так. Это будет золото, что ли? Нифига себе. Кто бы мог подумать, да? Песок, вода, вода, песок и сито. Хм. А, ну, правильно. Золото просеивается песком и получается, естественно, да, всё правильно. Огонь. Ещё раз повторяю, что огонь просто делается по одному, а когда вы хотите сразу много огня, это просто уголь. Один, это компактный, довольно намного эффективней. Так, палки такого и такого типа бывают. Здесь уголь, вот из одного блока углей можно сделать девять. Кристаллы тоже, то есть наоборот, там мы ставили в одну кучу, тут наоборот, из, из, девять, из одной девять делаем, то есть красная, пыль, жёлтая пыль, голубая пыль и у нас ещё остался для, для выполнения квеста Теда одно, один предмет, которого мы пока ещё не разблокировали. Ну, давайте сейчас перейдём на третий блок, третий блок, что нам у нас, рецепты, то есть интерактивные блоки, то есть, что это значит? Вот она, наконец-то, деревянная дверь. Блин, а что я так, ха-ха, что ж я так долго-то соображал? Не знаю даже. Можно же было давно уже сделать дверь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот и дверь. ха-ха, да, в принципе, ничего сложного. Ничего сложного. Это что такое было? А, я не на ту кнопку нажал. Это режим полёта. Когда нажимаешь на клавишу F, у тебя активируется режим полёта здесь. Я об этом ещё вам не рассказывал. и вы можете подниматься вот на те острова. То есть, нажимаете F и у вас вот эта активация происходит. Вы просто подпрыгиваете и можете летать, пока у вас хватает маны. Когда мана заканчивается, вы можете даже упасть. Так что, нужно подкопить сначала ману, прежде чем, прежде чем эту ману, эти полёты использовать. Вот она дверь. А что ж я так сразу-то не смог сообразить-то, а? Красиво довольно выглядит тоже дверь. Вот видите, как она спокойно, потихоньку открывается. Так. Хорошо. Итак, мы сейчас сделаем ещё дерево. Чем больше, тем лучше, наверное, у нас. Так. У нас ещё много дерева. А, кстати, я хотел попробовать как они, доски. Ещё один тип досок какой-то был. Вот они, ага. То есть, это облицовочные доски. Надо было, надо было нам из такого дерева делать дом, внутреннее помещение. Ну, ладно. Чем. Так. Здесь мы поставим доски такие, и кирпич надо ещё один. один кирпич нам надо. Кирпич с помощью огня делается. Вот, произведём сейчас кирпич. Вот, отлично. Ага. Чтобы сделать кирпич, нужно девять их кирпичей. Между прочим. Из девяти камней только можно сделать. Так. Выпало у меня. выпало. Так. Здесь мы ложим. Да что ж такое-то. Никак не получается у меня донести до нужного места. Вот. Всё. Сделали мы кирпичи. и сейчас вот из этого дела мы сделаем ещё. То есть, камни, чистые камни сделали. И теперь мы сделаем кирпичи. Десять кирпичей нам более чем достаточно пока. Но в следующий раз будем умнее и облицовочные доски сделаем именно из них лучше. Так. Вот здесь у нас будет. Здесь мы пройдём Так. Вот они у нас. Ага. Два. Два. Вот такая у нас дверь. Давайте будем продолжать изучать. Да. Уже стало выглядеть уже не так как раньше. Стало выглядеть ещё симпатичней. И смотрим дальше что нас ждёт. Подходим к инвентарю. Так. Книга рецептов. Кровать. А вот и кровать. Ну вот видите кровать используется для это не те но всё равно кровать нам нужна будет овечья шкура то есть нам нужно будет овечью шкуру сделать то есть мы можем сделать из овечьей шкуры кровать из трёх овечьих шкур ну давайте на предметы пока перейдём всё-таки с чего мы начинали предметы мы закончили да что то я да 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 то есть мы производим кровать или нет что-то я начал путаться тут так уголь кристаллы красная пуль желтая пуль голубая пуль а ага интерактивные предметы то есть первое давайте посмотрим снизу кислота как она производится и зачем она нужна ведро кислоты после установки кислота будет опускаться на 7 блоков вниз и съедать все блоки нас своем пути только стекло может остановить и поймать его если нет стекла на пути кислота еще нет так вот так вот верстак двух видов они ничем не отличаются друг от друга так калитка для вашего забора вот дверь открывается закрывает простым прикосновением люк ага тут еще можно люк вот люк я наверное сделаю как раз когда буду делать подвальчик себе вот люк открывается закрывается простым прикосновением устанавливается на полу для создания узкого прохода вот так вот вот лестница лестница может быть установлена на стену и может быть использована для вертикального передвижения динамит ого а из чего он делается пороха да нужен порох а как ну ладно порох наверное вверху находится как как он делается о сундучок блин ладно подождите давайте сначала с динамитом разберемся взрывоопасный блок динамита взрывается через 7 секунд после установки круто сундук сундук используется для хранения предметов то есть он делается из дерева и так это что у нас и все а только дерево 8 кусков дерева нам надо лава лава у нас делается тоже из 5 огней камня и ведра вода у нас изо льда так нет все таки тут наверное что то еще есть нет нет нету пустой из вода делается изо льда и из огня и из как он называется из ведра так верстак еще такой тоже такой уже был болото ведро с болотом может использовать для создания болотного камня вот как и кровать то есть кровать используется для распавна после смерти умерев вы переместитесь в последнем установленном кровати то есть именно дома нужно поставить себе такую кровать ну следующей серии я думаю мы пойдем найдем овец 3 овцы нам надо а сейчас давайте сделаем хотя бы один сундук сундук так для установки сундука нам так нам нужно сделать 8 таких вот движений блин вот сундук как то он не смотрится как сундук я смотрю да так что там поставим сундук мы поставим где то в комнате да и лучше наверное у входа где нибудь поставить вот тут вот мы его поставим сейчас да выглядит вообще выглядит потрясающе а если мы поставим второй сундук еще сюда рядом 1 2 3 4 5 6 7 8 так вот еще один сундук нет он рядом не ставится сундук рядом не ставится сундук ставится только через одну да или нет так а что я или можно поставить можно поставить рядом но они между собой не объединяются между прочим ну давайте еду сложим в одну яблоки вот мясо у нас было тыква тоже сюда положим вот здесь у нас будет в этом сундуке хранится такое а ценные вещи то есть ценные всякие камни золотая руда изумруд вот будут храниться у нас здесь вот примерно вот так вот ну эти сундуки тоже выглядят довольно симпатично еще одна ночь началась но завтра я думаю мы начнем с того что будем продолжать изучать изучать книгу рецептов потому что очень много рецептов только заходишь в книгу и сразу находишь самые нужные вещи которые искал долго а сейчас мы с вами прощаемся на я думаю ненадолго всего доброго подписывайтесь ставьте лайки до свидания